В Костанае водители-дальнобойщики жалуются на плохую работу коммунальных служб. Из-за гололеда груженная товаром фура простояла на шоссе 4 часа. Все это время водитель ждал помощи. Вот только приехавшие сотрудники дорожной службы посыпать трассу не стали. Что это экономия или халатность? Разбиралась Нина Шапо. Вот это видео сняла в нескольких километрах от Костаная индивидуальный предприниматель Оксана Рубис. На обледенелой дороге многотонную машину постоянно заносит в сторону. На преодоление этого подъема у водителя ушло 4 часа, а дорожную службу пришлось ждать еще два. Оказалось напрасно. Нас сопроводили до развязки Федоровской. Встреча, их машина прибыла, которая была с песком, посмотрела, постояла, развернулась и уехала. Я возмущена тем, что дорожные службы не работают у нас вообще. Хотя деньги на эти цели выделяются, выделяются немалые деньги. Сейчас женщина намерена обратиться в прокуратуру, ведь из-за оплошности коммунальщиков они не только потеряли заказ, но и запятнали свою репутацию. У коммунальщиков же своя правда. Все дороги они посыпать не могут. Да и фура эта оказалась на трассе в тот день, когда во всей области были введены ограничения на передвижение грузового транспорта из-за гололедицы. Я подъехал, хотел, я мог подъехать в течение 10 часов или 8 часов, но я подъехал, отреагировал, через час я подъехал, через два, а через час. Машина стояла на правой части, она, у меня, я не снимал, не задумался про это, просто она не хотела ехать, представляете, он говорит, сыпьте мне впереди, идите, просыпайте, а я за вами буду потихоньку ехать. Даже все 500 километров даже можно просыпать. Но от гололеда страдает не только северная часть страны. В Алматинской области в горной местности езда по дорогам напоминает спуск с американских горок. Вот каким образом передвигалась наша съемочная группа по обледенелой трассе. Зимой наиболее опасными дорогами считаются 12 горных перевалов в стране в Жамбылско, Алматинско, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях. Здесь часто сходит снег, плохая видимость и гололед. Вообще в этом году в Казахавтодор выделил 131,5 тонну песка на борьбу с гололедом. Это почти на 20 тысяч тонн больше, чем в прошлом. А соли выделили почти 12 тысяч тонн. Только всего этого реагента в связи с постоянным гололедом едва хватает, чтобы посыпать хотя бы наиболее опасные участки дорог. В среднем в Казахстане происходит более 20 тысяч дорожно-транспортных происшествий в год. Львиная доля из них приходится на зимнее время. Сейчас автолодельцам надо быть особенно внимательными на трассах Восточно-Казахстанской области. Здесь сегодня из-за метели и гололедицы закрыли два участка дороги. На один проезд запрещен общественному грузовому транспорту, но другой всем средствам передвижения.